Доброе утро, доброе утро, доброе утро. Представляете, уже время без десяти восемь. Села, зашла домой. Да, представляете, я была в лесу. Я ходила гулять в лес. Прям насладилась, сварила кофе. И пойду на работу. Просто побегу на работу. Переодела кофту. Я была в этой, как его? Куда я брызгаю? Вообще, блядь, не подмышки. Это, как сказать, проэпилировала, маленько жжет. Сходила, представляете, в лес. Со мной Леха пошел. Ну, Леха с собакой вместе. Он говорит, ну ладно. Типа от меня одни лишения. Такой, ну ладно, пойдем. Ну, я пойду с Лютым. Я говорю, пойди. И мы гуляли в лесу. Господи, это классно. Собака у него в вольере сидит дома. Не дома, а дома у родителей. Когда он уезжает к себе. Сейчас просто родителей нету. Родителей в Турции. Сейчас родителей нету. И это. Леша на два дома заправляет. На свою квартиру и на родительский дом. А Лютый с ним, как гастролер. Холодно. Холодно. Представляете, холодно. У нас 9 градусов. Это вообще нифига не смешно. Вообще. Посмотрите, какая у меня кофта. Я в черных брюках пойду. Сейчас, подождите. Покажу. Ну, потому что холодно. Я даже не знаю. Она длинная такая. Типа как туника. И. Такой цвет красивый. Очень благородный цвет. Просто. Просто шикарный. Вот вообще. Прям вот такой теплый. Такой уютный, кажется, цвет. Кстати, в одном из видео. Я намазалась кремом. И не убрала крем с носа. Представляете. Я даже и видела. Сама начала смотреть. И смотрю. Думаю. Господи. И мне даже в комментариях никто не написал. А я такая крем размазывала. И на носу оставила. Это вообще жесть. Попью кофе. Побегу на работу. Слушайте. Но утро начинать с прогулки в лесу. Это вообще клево. Это действительно клево. Я вчера так долго не спала. Иришка-то сразу же ушла. После. После. После того, как мы вот сняли видео. Еще вернулись туда в квартиру. Там еще кое-чем поговорили. И Еленка сразу же свалила домой. Что там я умылась. У меня опять дали ресницы в кучу. Мои нарощенные ресницы. Как-то удивительно. Вот это вообще загнулось. Да. Да, да, да. Мои дорогие. Доброе утро. Доброе утро. Какое у меня вот такое бодренькое утро. Но никакой особой бодрости нет. Потому что погода у нас опять не располагает. Такое небо серое. Я сейчас покажу. Я сейчас покажу. Подождите. Вот. Ну че. Как небо. Ну как небо. Беспросветное. Вот я нагулялась. И у меня нет пока желания открыть. Как сказать. Открыть эту вот сетку, чтобы воздух поступал. Ну холодно. Ну так. Ну 9 градусов. Хотелось бы надеть что-то поярче. Слушай, у меня там женщина есть одна на канале. Может быть девушка. Не знаю. Ну то, что женский. Пожалуйста, не обижайтесь. Если вы там. Если вы девушка. А я вас называю женщиной. Мне кажется, женщина это уже комплимент авансом. Мне очень нравится, когда меня называют женщиной. Очень нравится. Ну. Блин. Мне это даже нравилось в 15 лет. Это клево быть с женщиной. Вообще. Просто клево. Все пойдут в таких сережках. Красивенькие, да? А я тоже красивенько. Колечко буду носить. Как будто бы дама замужняя. Оно вот. Блин. Мне вот эти вот гайки. Я не очень-то люблю их носить. Но вот это вот кольцо очень хорошо сделано. Тут еще, видите, камушек такой. Оно очень хорошо сделано. Потому что оно гладенькое. Потому что камень, он и есть. И он очень изысканно смотрится красиво. И он не выпуклый. А вот, например, кольцо прямо, знаете, когда булыжник там вот так вот сверху. Цепляется. Вот так вот руку волосы сделаешь. Цепляется за волосы. Цепляется. Ну, блядь, за все цепляется. Даже в сумке вот. Я вчера уносила на работу палантин. Когда вот на прошлой неделе было очень холодно. Я пошла на работу в платье. На обратный путь. Я палантином вот так вот обвязалась. Он широкий. И прям на работу. Домой так бежала просто. Просто сломя голову в этом палантине бежала. Думаю, ну что принесла домой, надо постирать. И не на следующий день принесла на работу, а только вчера. И вчера была в кольце, представляете, руку в сумку. А там палантин. И он прицепился на палантин. И затяжка на палантине. И камень с кольца чуть не выпал. Да как же это. Вот такие вот хорошо колечки. Сегодня пойду куплю у тебя отбеливающие полоски. Кстати, у меня там девушка одна спрашивала. Я говорю заранее, прошу прощения. Я не хочу обидеть, если я говорю там девушка, женщина. Для меня женщина это круто. Но если я говорю женщина, то прямо, знаете, вот равно шикарная женщина. Вот, пожалуйста, воспринимайте это из моих уст вот так вот. Она писала, Инна, ну как тебе кофе там, тебе понравился или нет? Я говорю, ну там еще пару чашек выпью и сравню. Тот лучше или вот тот предыдущий, который. Либо этот лучше. Знаете, я вот как таковой разницы в принципе не заметила. Но вкус полный вот у этого. Кислинки нет никакой. Вот этот вот, который я пью. Из большой красной пачки. Из магнита. У меня нет к нему, как сказать, нет. Ну, короче, нормальный кофе, да. Можно брать. Я не пожалела, что купила вот этот объем полкило. Нормально, подходящее. Можете покупать смело. Но если вот там какой-нибудь прямо гурман, а я никакой, мне кажется, не гурман. Ну, например, растворимый кофе я не буду пить. Не буду никогда. Вот если мне предложат даже это в гостях, я скажу, пожалуйста, чай. Ну, не как бы, пожалуйста, воды. Пожалуйста, поймите меня. Я не смогу пить растворимый кофе. Чашечка свежесваренного кофе. Блин, такая карандаш сделала. Думаю, накрашу губу. А я же собралась еще зубки почистить. Кофе попью, почищу зубки. И пойду на работу. На работу. Слушайте, у меня есть одна фанатка, вот просто ненормальная, которая пишет мне гадости ВКонтакте. И представляете, она мне вчера, после моего видео с Иринкой, я вам сейчас покажу, какое сообщение. А, подожди, это то предыдущее сообщение. Сегодня 18 июня. Смотри. Вот смотрите. Так, подождите. Тут закрыло. Вот посмотрите. Вот человек прокомментировал полностью мое видео и выслал свои фотографии. Вот смотрите. Эта сучка мне больше не напишет никогда. Ну, вот смотрите, вот как она читает. И, знаете, я уже начинаю тоже как маньяк перечитывать вот такие вот сообщения большими буквами. Аха-ха-ха-ха-ха. Какая деревня. Это жесть. Вы хотя бы постыдились не то, что самой позориться, так еще и приводить на публику эту подружку свою. Многоточие. 50 лет человеку. Просто жесть. Она не выглядит на 50, но она выглядит на 30-летнюю шалашовку и продавит, и продавщицу в шаверной. Но не позорьтесь. Это просто жесть. И вам факты нужны по поводу того, что вы лицемерка, знак вопроса. Говорить добро, говорить про добро во всем мире, а потом за критику пьяная посылать нахуй. Ну, типа, я пьяная напилась и посылаю ее нахуй. Так я у тебя и трезвая пошлю нахуй. Ну, как бы, вот, знаешь, вот, в принципе, когда я пьяная была, больная за критику пьяная или ты пьяная. Ну, короче, я не знаю, вот такую тварь я могу и трезвая послать. Слушайте, вриете, что полно мужиков, мужиков толпами ходят, а на самом деле, наверное, даже в зеркало не смотритесь, потому что таких, как вы, обходят стороной и не садятся рядом в автобусе. Это она мне все пишет. Смотрите, говорить про уборку вечную, а дома постоянный срач. Рассказывать про план выпивания алкогольных напитков, кип, вы очень умно подходите. Там один бокал раз в три дня и так далее. Не один бокал раз в три дня, а один бокал каждый день. Дурак, невнимательно смотришь. Бокал вина вечером, после работы. Вот. И никогда от этого не отказываюсь. Бутылки вина мне хватает на неделю. Если я в течение... Ты идиотка, Кристина, ты просто идиотина. Я так зовут девушку. И я всегда говорю, я либо выпиваю в пятницу чуть больше нормы. Ну как чуть больше нормы? Чуть больше нормы, это для меня чуть больше полбутылки вина. Либо я в течение недели плавно, поэтапно алкоголизируюсь. Ну как сказать, бокальчик вина вечером за ужином? Да, господи. Просто вот снять вот мысли из головы. Так, постоянно... Вы постоянно бухаете. Посмотрите, она мне еще пришла. Большими буквами. Опять же, если говорить про то, какая вы дохуя добрая, вы хоть видосы не снимаете со своим блядским обществом. Да ты блядина. Так, ведь это уебично смотрится, как вы разговариваете со своей подругой, в кавычках подругу взяла, свысока. Мне лестно, что вы назвали сучкой, конечно, но это так смешно, что вы не в состоянии нормально воспринимать критику. Боже, вам нужен психотерапевт. Прям вот срочно. Я даже вам готова его оплатить. Вот, Кристина. Я даже готова вам его оплатить. Вы в жизни, кроме накрученного YouTube-канала, ничего не добились. Прям, знаешь, понимаешь, большими буквами. Вы в жизни, кроме накрученного YouTube-канала, ничего не добились. Так, подожди, что она еще пишет? В свои 36. Смотри, она прям фанатка. Она знает все, что. Мало того, что вы, как свинья, выглядите, так еще у них детей, ни мужа, ни нормальной работы живете в деревне и каждый день гоняете в магнит, где все по скидкам. Смотрите телек чаще, чем почаще. Там рассказывают. Смотрите телек почаще. Там рассказывают, что скидки, что нихера не скидки. И просто поймите, какая вы умная в 36 лет. Еще и гордитесь этим. Удачи, кис. Обратная связь охуенная, правда. Так прямо она мне пишет матерки. Это вот, посмотрите. Вот мои фотки. Ну, я же, типа, выбрала самую охуенную на аватарку. Так что подавитесь и будьте добры. Попросите прощения на своем видео. Девушка, вам нужен психотерапевт. Я вообще в шоке просто. Ну, все. Представляете, мне строчит вот такие вот сообщения. Вот, как это сидит на мне. Боже мой. Боже мой. Боже мой. Фотографии, скачанные из интернета. Боже мой. Ой, я вообще в шоке. Я в шоке просто. Вообще, ну, как такое возможно? Я не верю, что такие люди есть. Ну, если бы вот просто не вот эти вот бешеные фанаты, причем она комментирует каждое мое видео, гадость. Я так подозреваю, что я ее заблокировала, наверное, на канале. Там потому что масса уже вот таких вот всяких, которых я заблокировала. Ну, вот, например, мне Камила пишет. Здравствуйте. Я так рада, что нашла вас. Ну, вот, хорошая, позитивная девочка. Ну, посмотрите. Ну, вот, вот, просто вот. Какие у меня. Оставайтесь такой же красивой, креативной, смешной. Всего вам наилучшего. Тут мне Марк Корягин написал. У меня завтра день рождения, то есть сегодня. Пожалуйста, поздравьте меня. Вы замечательная девушка. Это будет замечательный подарок от вас. Спасибо вам за труд и за видео. Марк Корягин, я тебя поздравляю. Будь счастлив, дорогой. Пусть у тебя будет все то, что ты... Ну, посмотрите. Вот. Меня какие люди смотрят. Адекватные, красивые. Вот. Это, как говорится, какие сани, такие сани. Прошу прощения, там, если я кого-то, там, знаете, кто-то мне попросил передать привет, а я не передала. Прошу прощения, мои дорогие. Но сообщений столько. Сообщений столько. Вы представляете? Вот маленькая девчушка, она мне пишет такие комментарии славные. Юлия Смелова. Ну, представляете, ну, вот, какой вот нежный ребенок. И когда вот я матерюсь, мне становится стыдно перед такими детками. Ну, для меня-то детки, ну, как... Они себя, конечно, ощущают взрослыми. Ну, я это... Я-то понимаю, что я старая тетка уже такая. И... И мне становится неудобно перед вами, детки. Ну, посмотрите, вот, посмотрите, какие красивые девушки меня смотрят. Ну, просто вот это вот... И причем, и более, вот, Ксения написала мне, Инна, вот, я вам, как бы, обратите внимание вот на это вино. Она мне пишет вино, пишет название, и более того, визуально фотографирует этикетку. И с обратной стороны это... Это вот Ксения Иванова мне написала. Советую вам попробовать. Типа, вам должно понравиться, как знатоку хорошего вино. А Ксения, спасибо, пока руки не дошли. Но это дело все держу в голове. Я от таких советов не отказываюсь. Вот вы понимаете? Какие у меня хорошие зрители, и какие есть дебилы. Иринка мне вчера, представляете, выслала фотографии, выслала скрины переписок, которые ей пишут. Вот. Нашли ее на канале, она мне... Вот несколько сообщений. Это Иринки пишут на канале. Она говорит, смотри. И мужчины, и девушки пишут. Женщины. Ой, доброе утро. Как меня позабавили. Вот эти вот... Как классно, господи. Как утром здорово проснуться. Кстати, время 8.07. Как здорово утром проснуться. И погулять утром. Вот просто у меня, знаете... У меня глаза начали открываться прямо вот в лесу. Ну, если честно, когда что-то закопошилось в траве, я думаю, что какая-то маленькая птичка, когда лютый залаял, вот у меня, от чего я первый раз проснулась, у меня так его вот этот лай в ушах, он все еще стоит. Причем, он же крупная собака. И такой лай-то такой красивый, знаете, такой вот прям солидный, такой, такой, вау-вау, вот такой. Вот, например, как Кэрри у нас это лает. Прямо, знаете, не такой лай-теф-теф-теф-теф-теф-теф. Не в такой. А вот прям такой вот, а он же еще кобель лютый там, и у него такой прям вот красивый лай. Я такая, о, господи. Я, можно подумать, это, можно сказать, проснулась в лесу. Хотелось бы, какого-нибудь украшения, какое-нибудь длинное. У меня ничего нет. У меня нет никаких украшений. Просто длинных, ювелирных украшений длинных у меня нет. Хотя, хотя, мне кажется, достаточно ударить сережек. Ну, крутая же кофта, ну, согласитесь. Вообще. Ну-ка, подождите. Стоит, чтоб не упала табуретка. Очень красивая кофта, очень. Какой цвет благородный. Кстати, я так давно ее не носила. Так, надо мне как-то вот настраиваться на выход из дома, вот в такую пасмурную погоду. Как это, как это говорится-то? Кто занимается йогой? Как вы там пальчики складываете? Я, короче, я не знаю, я не ходила. Все, так. Пошла, принесу щетку зубную и сейчас вернусь к видео. Кто там еще какие-то эти видяшки выпускает? Что это? Как я чищу зубы на балконе? И что такого? Что такого? Да, на балконе чищу. Я могу почистить зубы и стоя перед телевизором. Ничего страшного. Комар. Да, комар. Как он тут оказался? Жубы и губы. Губки становятся красивые, гладенькие. Отделивайся, да? Какая? Ну, фига не отделивай. Фигня, кстати. Какая-то. 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 Ванярнулась. На этот раз. Си. Ароматы. Ароматы доброго утра. Вот в такую погоду. Ночью был дождь. Листва мокрые. Капли немного есть. Ну, как вот. Что за погода? Вот что за погода? Так, мои дорогие. Доброго утра. Хорошего дня. 8.12. Время 8.12. Ну, это уже очень много. Надо бежать. Я, короче, загружу видео и побегу просто. Видео достаточно долго стало загружаться. Причем, так как в моем видео выходит реклама, раньше раз и загрузил. А так как в моем видео проходит реклама, загрузится видео, и оно очень долго обрабатывается. Это рекламодатель смотрит допустимый контент для его рекламы или нет. И оно так, оно вот загрузится и в три раза дольше обрабатывается. Просто я вот смотрю, обработано 17%. Возвращаюсь, обработано 41%. Возвращаюсь. Надо... Унесла уже бальзам. Губы. Зубы-то почистила, надо бальзамчиком смазать. Смотрю, возвращаюсь. И вот на отметке 95% у меня видео замирает и, наверное, стоит минут 20 или 30, пока вот окончательный этап, пока проверят вот эти вот модераторы на все звуковые дорожки, какие возможные видео, то, сё, пятое, десятое. А потом всё, слава тебе, Господи, да вот вуаля, ваше видео готово к просмотру. Ну, очень долго стали видео загружаться, причём скорость-то интернета, она не изменилась. Я смотрю, как бы заверяю, замеряю, а вот именно вот сам процесс, когда вот рекламщики выбирают, выбирают, когда вот какой контент, вот они когда смотрят, допустим, там же идёт анализ канала, какая аудитория смотрит, что будет больше покупать, что пользуется спросом, вот у данной категории. То есть вы практически смотрите ту рекламу, которая в вашем, в вашем сегменте наиболее актуальна, вот как я бы сказала. Допустим, кто-то смотрит рекламу автомобиля, это самый, по мнению рекламодателей, самый платежеспособный вот этот вот класс. Кто видит рекламу фитнес каких-то вот хлопьев, тот, тот вот молодой, вот такой вот такой поджарый, такой вот, кто смотрит духи рекламы, кто-то смотрит тест-тур. Блин, какая реклама красивая у меня выходит на канале. Большое спасибо, что смотрите. Ну мы же сами договорились, да, что не всю рекламу будете пропускать. Короче, мне денег надо. Кто-то мне написал, Инна, сделай донат. В общем, слушайте, донат это такая фигня. Я уже поняла. Я уже поговорила со многими людьми, что ничего постыдного в этом нет, когда тебе перечисляют деньги. Но, знаете что, донат это такая платформа, он 30% еще забирает. Это же как партнерская программа считается. То есть от ваших треть, от того, что вы мне, так скажем, переведете, он треть заберет. Ну зачем? Зачем? Я так думаю, что где-то в описании канала я напишу номер своей банковской карты. Причем напишу ее как для рублевых переводов, но это я еще не знаю, когда я сделаю, но когда-нибудь. Как для рублевых переводов, как для долларов, так для евро. Я лучше вот так вот сделаю, чтобы напрямую деньги шли. Ну зачем, да, вот на какие-то партнерки там, то-сё. Ну ты опять чё сижу вещаю? Инна, иди на работу. 8 часов 17 минут. Вот, например, Синанчик мне шлет сердечки. Вот, вот очень красивый мужчина, образованный, турок. Для меня турок, это вот, это, это, это нормально. Преподаватель, учитель в техникуме, в колледже, в колледже и в школе. Так, 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 так. Как где-то, я в Инстаграм-то как заходила? Сколько мне сообщений шлют всяких добрых, хороших сообщений. Очень, очень, очень. Так, маленькая моя подружка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Маленькая моя подружка уехала на море из Краснодара. Снимай от нее из машины. красиво как красиво музыка не ночи детка себя сними приехала город город курорт анапа так у меня представляете два запроса так именно привет но не могу я тебя через долбаный вконтакте найти как еще блин пишет сейчас покажу так вас упомянули в истории мое лицо когда смотрю очередное видео вы представляете какие не шлют мое лицо когда меня упомянули видео мое лицо когда смотрю очередное видео сейчас вам покажу как выглядит моя страничка вконтакте что вы меня найти то не можете что неужели так сложно написать кино судакова 36 лет город не надо указывать сейчас покажу загружается мой дорогой телефон загружается давай поскорее 8 20 бля хотел еще видео хотел еще загрузить на работе уж грузить буду открывайся профиль вот примерно как выглядит моя страничка вконтакте вот сделать снимок открыть вот какая фотография стоит на аватарке вот ну тогда вот я так выгляжу в контакте и вот такие вот фотографии в профиле так мои дорогие все побежала 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 уже просто просто несусь уже люблю целую обнимаю доброго утра хорошего дня увидимся 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 до скорых встреч мои дорогие мои единственные хорошего дня положительных эмоций не смотрите гороскопы если там плохо не смотрите не верьте слушайте меня все будет хорошо весь день вот так вот как по маслу все на машу губы побежала просто вот переобуваюсь ведь хожу в тапках в своих холодно представляете сидеть на балконе холодно все по десятому кругу целую и ухожу поцелу лишними никогда не бывает слова добра тоже пока